Я редко волнуюсь перед интервью. Наверное, это не волнение, не страх, это какое-то чувство, такое предвкушение. Всем привет! Это новый трансформатор. Помните, я вам рассказывал о своих целях, что я хочу познакомиться с тремя миллиардерами за 2017 год. Мы познакомились с Оскаром Хартманом, мы познакомились с Грантом Кордоном в Майами и сегодня человек, который намного больше. Намного больше по состоянию, намного больше по результату. Его зовут Игорь Владимирович Рыбаков. 900 миллионов долларов капитализация компании. Это человек в списке 200 богатейших людей России. Сегодня мы летим в город Рязань на этом вертолете с Игорем Владимировичем и я сегодня каждому из вас покажу день миллиардера. Новая рубрика в трансформаторе. Друзья, приятного просмотра. Поехали! Это человек в списке 200 богатейших людей России. Возможно ли большие деньги в России заработать честно? Я начинал с Сергеем с 1000 рублей, у нас ничего не было. Как можно строительный материал экспортировать 75 стран? Не знает никто, но мы это делаем. Это Россия, где-то. Зачем вы создали Рыбаков фонд и зачем вы инвестировали 1 миллиард рублей? Игорь Владимирович, мне вот интересно, вы некоторое время назад вышли из операционного управления, стали свободны. Почему вы приняли такое решение и как это вообще сделать? Потому что я вот, например, общаюсь с людьми, которые начинали бизнес в 90-х, они все дают советы такие, что надо работать 48 часов в сутки. Что вы думаете по этому поводу и как вы вышли из бизнеса? Это связано, наверное, со сменой рода деятельности. Если оперативное руководство, это больший поток принятия оперативных решений. Когда ты выходишь из оперативного руководства, у тебя просто все в эти 48 часов в сутки перемещаются на вопросы исследования рынков, на куда идти, куда делать следующий шаг, на вопросы стратегического планирования и так далее. То есть это, грубо говоря, это смена вида деятельности, но не уменьшение деятельности. То есть вы до сих пор находитесь, грубо говоря, в работе, каждый день вы занимаетесь какими-то делами? Да, абсолютно. Как проходит примерно ваш день? Нет, три смены. В первой смене, значит, я проверяю, как люди сделали задачи предыдущего дня. В второй смене я размышляю и думаю, в третьей смене опять проверяю то, что успели сделать с первой смены. То есть все эти периоды, они замешаны, так сказать, смешаны друг другом. Это и работа, и семья, может быть, и общественная работа. Иногда я специально меняю день, как устроен, вот, например, как сегодня, бах, мы так придумали, вот, летим в Рязань все. Ну, а у вас вообще в этом графике как-то с семьей остается время? В принципе, на все время, как показывает, практика хватает. Хотя, конечно, иногда супруга жалуется, ну, как, сетует. Хотелось бы больше. Ну, как, нужно уметь договариваться, да, наверное? Именно договариваться, иметь связность такую. Ну, три очень интересных таких момента для меня. Это они и в бизнесе, они и в семье, они и в общественной жизни. Это связность, быть в такой связности с другими людьми, иметь вызовы, иметь челленджи такие, челлендж-вызов. И, пожалуй, самое главное из трех – это любовь. Это отношенческий такой аспект ко всему. И если раньше, вот, там, IQ мерили все, увлекались там безомерами IQ, потом стали мерить эмоциональный интеллект. Я думаю, есть еще третий – уровень любви. И получается, что вот эти вот три, может быть, составляющие – интеллект, эмоциональный интеллект и love коэффициент, они, может быть, составляют, дают качество жизни. Мое счастье – это когда мне нравится то, что со мной происходит. У меня это, например, не происходит без любви. Поэтому для меня вот эта теория подходит, что коэффициент любви для меня очень важен. Я его развиваю в себе, тренирую. Привет, Рязань! Что это было? Ну что, этот час пролетел очень незаметно, потому что я, например, ни разу не посмотрел в окно. Я все время слушал его. У него огромный багаж опыта. И этот результат, результат в большом количестве миллионов долларов, сотен миллионов долларов, он не просто так появился. И я хочу вам сказать только одно, что вот такие встречи, они бывают нечасто. И давайте сделаем так, что мы досмотрим этот выпуск до конца и постараемся все-таки слушать. Каждое слово, оно должно залетать в вас, как пуля. А я вас приглашаю на завод Технониколь. Технониколь работает в более чем 75 странах мира. Поставляет продукцию. Да вы что? Это Россия, детка. Петр, давай мы хотим построить очень большой завод в Европе. Поэтому нам нужна ваша помощь и поддержка. У нас цель стать номером один в мире. Все, поехали, ребята. Серьезные производственники сейчас идут проверять, как там работают пусконаладочные. Круто. Добро пожаловать. Тоже все автоматизировано. Почки. Так, сюрприз. Друзья, я веду репортаж с производства Технониколь. Вот, мы здесь вату смотрим, оборудование. С производственниками познакомились. В общем, все по плану у нас, все нормально. Сегодня у нас просто съемки календаря. У нас в России к людям, сильно обеспеченным, да, назовем их олигархами, относятся не очень хорошо. И, наверное, опять же, еще с того времени осталось такое понятие, что олигархи все воры, вот, что огромные деньги заработать легально невозможно. Как вы думаете, возможно ли большие деньги в России заработать честно? Мы начали с моим партнером 25 лет назад. Нам повезло, один человек дал нам 200 тысяч долларов, тогда это были огромные деньги, взаимные, кредит от 15% в месяц. 200% годового. Да, неплохо так, да. Нормой. Мы были большими дураками тогда. Подписались кровью. Да. Именно так. Мы в 9 тысяч раз приумножили капитал. Ну, вот если смотреть, что в этом году Форбс оценил там стоимость компании Технониколь там в 1.8 миллиарда долларов. Значит, олигархами принято называть людей, ну, видимо, я не знаю, кто такие олигархи, сразу скажу. Наверное, те, кому что-то там досталось. Ну, вот мне лично ничего не досталось. Я знаю очень много людей, кому ничего не досталось. Они начинали там со 100 долларов, там, или там со 100 рублей, или 1000 рублей. Я начинал с Сергеем с 1000 рублей. У нас ничего не было. Таким образом... Я парень из Магнитогорска, родился в Магнитогорске. Серега мой партнер. Парень из Ульяновска. Мы с ним встретились, с моим партнером на физтехе на первом курсе. На втором мы поселились в одной комнате. На третьем курсе мы открыли компанию Технониколь. К шестому курсу у нас уже был бизнес 5 миллионов долларов оборот. То есть вы склоняетесь к тому, что бизнес в России честно можно построить и заработать большие деньги? Ну, я не просто склоняюсь. Может быть, компания Технониколь есть воплощение этого. А когда нет, например, любви к тому делу, которым ты занимаешься? Получается, невозможно достичь больших результатов без этого? Невозможно. Я не хочу остаться без любви. Мне страшно. Поэтому, конечно, я не бросаю свое любимое дело. Вообще, когда мне страшно, я очень становлюсь креативным и предпринимательским. Страх – это двигатель, да? Ну, например, я сперва придумываю себе какую-то картинку, там, нафантазирую себе что-то такое. И оно мне так понравится. Мне очень страшно не сделать эту картинку. И вот я пошел, пошел, пошел. И все, взял и сделал. То есть это не про деньги, да, было, как я понимаю? Это не про деньги. Это большее, чем деньги. Это созидание себя, созидание вокруг себя. Деньги – это, скорее, результат на табло. Такой счетчик. Когда вы строили бизнес, вы думали о деньгах? Ставили цели на деньги? Разбогатеть так сказочно? Конечно. Я и сейчас думаю о деньгах. Деньги – это прекрасный инструмент для удовлетворения нематериальных потребностей, таких как роль, статус, признание, принадлежность, автономность. Я тоже думаю о деньгах как об инструменте. Мы начинали примерно так, что круто было бы заработать денег, чтобы пригласить девчонок в ресторан. Именно я так и начал. Круто было бы заработать денег, чтобы купить магнитофон. Тогда был такой с катушками. Чтобы пригласить девчонок музыку включить. Приодеться. И это было нормально всегда. Это постоянно мотивировало быть креативным, найти еще какое-то решение. Можно ли сделать вывод из того, что вы сказали, что потребность в деньгах и потребность в красивой жизни, и потребность в том, что ты можешь себе все позволить, это и есть одна из ключевых особенностей предпринимателя. Что у него есть мотивация к тому, чтобы делать и рисковать. Да, абсолютно. Я думаю, что предприниматель – это тот, кто преследует возможности без обращения внимания на контролируемые в данный момент ресурсы. Идет и делает. Начавшие движения своей цели по дороге находят ресурсы, сподвижников. Вообще все почему-то находится. Вообще все находится. Все, поэтому выигрывает тот, кто начал движение. Ну, а, соответственно, тот, кто не начал движение, он становится частью плана тех, кто начал движение. Прикольно, да? То есть называется «ты рулишь предприниматель», это тот, кто рулит, короче. Недавно, буквально недавно, вы открыли «Рыбаков фонд». Вы инвестировали 1 миллиард рублей в развитие предпринимательства в России. На эту историю можно посмотреть с двух сторон. Я могу посмотреть на это и сказать, что Игорь Рыбаков красавец и делает очень правильные вещи, потому что именно через предпринимательство можно многое поменять в нашей стране. Другие люди могут со стороны сказать, что это возможность ворваться во власть, каким-либо образом влиять на власть. Возможно, есть какие-то вот такие вот третьи скрытые смыслы в том, что вы делаете. Зачем вы создали «Рыбаков фонд» и зачем вы инвестировали личных своих денег 1 миллиард рублей? Во-первых, я уверен, что наша страна имеет экономику в 5 раз больше, чем сейчас на самом деле. Это в моем воображении. И что есть тысячи и десятки тысяч редуцирующих факторов, то есть потери, которые приводят к тому, что экономика у нас такая, как сейчас, по факту, и благосостояние граждан такое, как по факту. И поэтому я для себя сделал такой выбор. Я выбирал, буду ли я то, что накоплено за первую половину жизни в «Технониколе» вот эти подходы, буду ли я это держать внутри только компании «Технониколь», или я попробую принести эти подходы и в другие сферы жизни страны. В образовании, в развитии общественных организаций и так далее. Второе. Мы решили с моей супругой Катей не оставлять наследство детям. Сейчас дети Игоря Рыбакова закрыли ноутбук и перестали смотреть это интервью. Ну и третье, значит, я как предприниматель еще искал новые ниши для себя, самоутверждение, самореализация. И похоже, что я нашел, потому что ниша социально преобразующего инвестирования, ниша филантропии, это состояние этой ниши примерно такое же, как коммерция в 90-е. Практически бурно растущий рынок при нуле конкуренции. Это супер. Вот, видимо, сочетание этих трех факторов. Первое. Я предприниматель, ищу новые ниши, и мне нравится строить, пока эта ниша не закрылась. Я нашел эту нишу. Второе. Это как распорядиться капиталом, которым наша семья была благословлена, и как им распорядиться, если мы детям не оставляем, значит, вернуть его в общество в преобразованном виде. А это значит построить некие социально преобразующие институты, которые будут производить в обществе те изменения, которые, как мне кажется, желательно бы, чтобы произошли. Ну и вот эти все... Ну и плюс то, что я теперь партнер, соучредителем в фонде является моя супруга Катя. И во второй половине жизни, когда дети у нас уже идут и создают свои семьи и так далее, мы с Катей, с моей супругой, опять вместе. Ну, опять вместе, только теперь мы уже и как такие социально преобразующие партнеры. И это вообще круто. И поэтому я очень счастливый человек. Я просто... Сейчас уровень счастья у меня, по-моему, там, зашкаливает. Ну, у меня никогда такого не было. И это очень круто. Когда вы создавали Рыбаков фонд, наверняка, ну, вы как предприниматель, вы должны ставить цели какие-то. Вот цель Рыбаков фонда повлиять на показатель, на какую-то цифру. Да, наша цель, если ее коротко так сказать, вот прогнозы, которые написал замечательнейший, лучший, вообще говоря, сейчас в стране аналитик Пудрин, вот его прогнозы такие, а я хочу, чтобы экономика страны через 15 лет была в два раза больше. Те вещи, на которые влияет Рыбаков фонд, это немножко по-другому в образовании, немножко по-другому в общественных организациях, немножко по-другому здесь, немножко по-другому там, они приводят к тому, что транзакционные сдержки в стране уменьшаются. Это высвобождает гигантские ресурсы и в результате экономика России растет. Поэтому единственной такой, самой простой и понятной метрикой является вследствие деятельности Рыбаков фонда экономика России будет в два раза больше через 15 лет. Ты, Дима. можешь сделать фантастическое влияние на то, чтобы наша страна через 10 лет была процветающей и огромной. Я могу это сделать. И каждый человек на своем месте может это сделать. вы. Что мне делать? Нам вместе нужно максимально, сжав кулаки, работать на то, чтобы в России стало в 10 раз больше предпринимателей. Блин, это так круто вообще. Понимаю, что у нас разница в возрасте, но я бы хотел вам отдать огромный респект. У вас мышление молодого предпринимателя, современного предпринимателя, и еще очень важно, что вы отдаете. Таких людей очень мало. Если бы мы все это понимали, все предприниматели, которые занимаются бизнесом, что не только для себя надо жить, и не только для своей семьи нужно жить, что третьим уровнем неким является влияние на мир, что мы должны что-то хорошее произносить и оставлять после себя. Тогда все будет очень круто. И мне кажется, Россия – великая страна. С великими возможностями. И мы, люди, только сможем здесь что-то поменять. Собирайте сообщество, делитесь своими знаниями, делайте так, чтобы все люди вокруг вас добивались того результата, которого бы вы хотели, и тем самым каждый из нас получит в 10 раз больше. Мы будем жить в другой среде, в которой мы будем тратить гораздо меньше, чтобы добиваться следующего результата. А мы поможем вам создавать локальные клубы, какие-то местные форумы и так далее. Почему кто-то зарабатывает миллион рублей, кто-то миллион долларов, а кто-то миллиард долларов? Что отличает этих людей? То есть нужно штурмовать чуть большие высоты каждый день, преодолевать себя чуть-чуть, на один процент развить себя, штурмовать чуть большую высоту. И тогда за много-много дней, за много-много кварталов или лет неожиданно ты увидишь, что счет на табло измерялся миллионами, а потом он начинает десятками миллионов. То есть если у тебя долго не получается с каким-то бизнесом или он стагнирует, закрой этот, открой другой, пойди дальше. Штурмуй постоянно следующую цель, большую цель. Напором, большими целями, масштабированием. Масштабирование. Через страх, через риски. Вообще иди туда, где страшно. Выбираешь для себя место, где еще более страшно. Иди туда. Туда прям иди. То есть, например, если сделать вывод, от рублевого миллионера до долларового миллиардера, этот путь зависит от того, насколько ты готов далеко зайти в эту зону страха. Абсолютно. Правильно? Абсолютно. Какой размер страха ты готов штурмануть? Называется take risks. То есть какой размер риска ты готов взять на себя? А риск это всегда страшно. Страх за семью, за себя. Все начинается все равно с вынужденного предпринимательства. А потом оно становится пожизненным. То есть можно вызывать в себе вот это вот вынужденное предпринимательство на любом уровне. Роль, статус, признание, принадлежность, автономность. Вот эти пять нематериальных потребностей. Выведут результат. Да, вот. Удовлетворяйте их. И вот эти вот счетчик на табло, он будет показывать все больше и больше дохода, все больше денег. А можно же искусственно вызвать это желание к лучшей жизни. Например, посмотреть трансформатор, правильно? Да, например, посмотреть трансформатор. И сразу хочется идти дальше. Вот. Еще очень важно добавить к этой деятельности наземную операцию. И назовем их так. Городские, сельские клубы предпринимателей. То есть это объединение людей, которые, ну вот, собственно говоря, они заразились уже. И дальше они собираются в кучи, в стаи, обсуждают вопросы, делятся мнениями на наземные операции. Поэтому очень неплохо было бы трансформатору добавить такую сеть клубов трансформатора или там. Это то, что мы сейчас делаем. Чем мощнее переплетение вот этих вот медийных элементов и наземных операций, тем мощнее сообщество. Я бы хотел, чтобы, Дима, у тебя было не, значит, сколько у тебя, больше миллиона уже подписчиков? Будет. Я думаю, что вот уже скоро будет 100%. А дальше хотел бы, чтобы было 5%. Давай. Давай, скажи, когда будет. Ты как предприниматель должен взять эту цель, так сказать. Вот все, каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Они постоянно что-то от меня хотят. Давай забьемся. Давай, да, да, давай забьемся. Челлендж, челлендж. Я точно могу пообещать, что до Нового года мы станем номер один в мире и точно перепрыгнем планку в 1 миллион подписчиков. В 5 миллионов подписчиков задача очень сложная. Ну давай, я буду тебе помогать. Нам как раз не хватает 1 миллиарда рублей для того, чтобы выложить. Договорились. Давай, предпринимателям обычно помогают не деньгами, ты же знаешь. Как удачно вы сегодня зашли. У меня к вам есть предложение ответить на 10 вопросов. Это блиц. Первый вопрос, поехали. Сколько у вас сейчас денег на личной карте? 15 миллионов. 15 миллионов. Какая у вас была самая необдуманная покупка? Один из иностранных заводов в Чехии. Сколько денег? 20 миллионов долларов. Где они сейчас? Все сгорело. Их нету. Понятно. Вспомните самый большой чек в ресторане? 3,5 тысячи долларов. 3,5 тысячи долларов. Где это было? Это центр международной торговли. Там какой-то есть ресторан. У нас в Москве. Я больше туда не хожу. Доширак. Куриный или острый? Что это? Действительно. Вкус Доширака. Какой лучше? Куриный или острый? Не пробовал ни разу. Понял. Какая марка автомобиля лучше на ваш взгляд? Ну вот то, что вы пользовались. Та, на которую я еду. Какая у вас? Мне нравится Хонда. Хонда, да? Какой у вас автомобиль? Я езжу на Мерседесе. Мерседес Майбах? Майбах. Ага. А еще есть машины какие-то? Есть. Мерседес Купе. С Купе? Да. 63. С Купе, да, и GEL. То есть у меня... Все Мерседес. Блин. И чем тут Хонда? Люди спросили. Я скажу, почему Хонда. У меня был в юношестве Хонда. Да. И с тех пор у меня... Все понятно. Связана с ней какая-то эмоция. Сколько сейчас стоит поездка на метро? 50 рублей. Как давно ездили? Ну, я езжу по проездному, поэтому не знаю, сколько там стоит одна штучка поездка. А когда последний раз ездил? Поезд в последний раз ездил месяц назад. Месяц назад. На что вы обращаете внимание, когда видите человека первые 10 секунд? Что важно? Мужчина, предприниматель, перед вами. Ну, входит ли он в контакт со мной? Устанавливаем ли мы эмоциональный контакт? То есть ценностный, это называется не эмоциональный, ценностный контакт. Если ценностный контакт устанавливаем, он неинтересен. Это на уровне ощущений? Да, это на уровне ощущений. Что вы считаете самым сексуальным в женщине? Восторгание мужчины, своим мужчинам. Тимати или Розенбаум? Боюсь спросить, что это. Розенбаум знаю так. Что нравится? Да. Ну, или кто круче? Я и того, и того слушаю иногда. Ну, кто круче? Тимати. Тимати. Готовы ли вы меня взять в команду по развитию предпринимательства в России? Сто процентов. Спасибо огромное за интервью. Сегодня с нами был Игорь Рыбаков, миллиардер. Человек, который в топ 200 Forbes в России, с большими результатами, с очень большим сердцем. И мне кажется, что такая рубрика, она может жить в трансформаторе. Как вы думаете, если вам понравился день с масштабным человеком, поставьте обязательно лайк и напишите, что да, я за, мне понравилось. И напишите фамилию, имя того человека, с которым вы хотите, чтобы я провел целый день. Спасибо, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Это был Трансформатор. До встречи в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok